Он тронет, надо сдаваться. Этот бумажный кораблик сделан ребятами. Во время эксперимента дети предполагают, какой груз выдержит конструкция и сколько времени плод продержится на плаву. Эти конструкции не самоцель. Важно, чтобы дети, выполняя эти конструкторские задачи, понимали те физические процессы, которые в них заложены. Это принципиально важно, потому что дети, зная иногда законы физики, не могут их примять на практике. Такие уроки называются «погружение». Они позволяют включать различные виды деятельности, групповые и самостоятельные работы, проводить эксперименты, делать презентации и доклады. На уроках можно отвлечься, посмотреть, что делают другие дети, помочь провести эксперимент. Как-то это более интересно, чем обычно сидеть на уроках. Мне очень интересно принимать участие в таких экспериментальных уроках, так как я могу узнать что-то более новое. То есть информацию, которая может быть в повседневной жизни, я бы и не стала искать. Как говорят эксперты, процесс погружения позволяет ребятам взаимодействовать, выполнять задания сообща, вместе отвечать за доклад и результаты эксперимента. Пока одни решали конструкторские задачи, другие узнавали, от чего зависит сила трения, объем, скорость и масса. С ребятами работали педагоги школы и кандидат химических наук Александр Фатеев. Обычно тема детям незнакома, как и материал. Но вот это погружение построено таким образом, что они получают знания только из эксперимента, строят модели, ну в зависимости от заданий, используют эти модели для предсказания. Фактически они действуют так, как действовали, ну что ли, скажем, первобытные ученые. На другой площадке ученики предполагали, как был бы устроен русский язык, если в нем не было какой-то части речи. Одни строят язык бессуществительный, другие строят язык без глаголов. Это дает представление о том, как устроен наш язык, это дает представление о том, как и за счет чего можно речь обогатить. Ну и по большому счету это такой тренинг собственных представлений о собственных возможностях. Экспериментальные уроки в седьмой школе длились три дня. А в течение всего времени педагоги работали с детьми седьмых-восьмых классов. Мы не случайно работаем с одними и теми же ребятами седьмых-восьмых классов, для того, чтобы тоже посмотреть, есть ли у них какая-то динамика, какие-то изменения. Это что-то дает, вот новый формат, они в школе что-то дают. Как отметила Ольга Речкалова, такие занятия позволяют ребятам выдвигать гипотезу, планировать эксперимент, решать инженерные задачи. Елена Канина, Олег Семагин, Новости Губкинского.